Что же, привет народ, мы продолжаем играть в Ведьмака. У нас сейчас задание Роза на красном поле. И на красном поле, не знаю, видимо, я должен покрасить его в красный цвет. Пульт поможет мне? Отложишь свои крови? О, уже немножко, уже начали. Всё. Больше убийств и клюк деревни. Запах реагентов. Это что, что-то такое? Готовили. Что-то готовили. А, знаю, это неудачный эксперимент школьников. Они пытались сварить борщ, а в итоге получились химоотходы. Ну ладно. Знакомый запах. Кажется, это фишно. Оборудование вывезлое, осталось только негодное. А, тут наркоманы ещё жили. Вот студенты тогда. Открытое окно, след сапога на кровати. Кто-то торопился. Причём серьёзно так. Всё, наверное, наркотики бывают. Прикольно, блин. Пропаганда против наркотиков. Офигенно. CD Projekt Red опять превзошли сами себя, извините, заговариваюсь чутка. Клюиверт. Братан, будь на чеку. Кое-кто заинтересовался твоим бизнесом. Они хотят сделать тебе предложение, от которого трудно отказаться. Ну, как я понимаю, иначе бы его грохнули. В твоём месте я принял... Я бы его принял и свалил куда подальше. В Зериканию, например, в Родрих. Что же, хорошо. Как понимаю, лучше исследование продолжить за домом. Что же, наркоманы начинающие. Следы ног неровные. Кто-то бежал туда. Надеюсь, мы... Ну, если ты Зерикания бежать не придётся, то долго. Представься так. Геральт побежит сихони и пешком. Здесь он задержался, спрятался. Потом побежал дальше. В кустике. А, чувак, Геральт, может быть, он не прятался. Может быть, он нужду там справил. Знаете, страшно. Стало такой... Нужду справил. Пошёл дальше. Хотя нет, Геральт любой не учу. Шрам на лбу. Похоже, это клюёт. Болт в спине. Вошёл глубоко, значит, стреляли с близкого расстояния со стороны деревни. Нравится мне это расследование. Просто я реально обожаю вот этот... Похоже на детективный режим в Бэтмене. Очень похоже. Идентично, конечно, цветок двое. Берём редкие какие-то цвета, я таких не видел. Лукобой не очень редкий, конечно. Так, это он. На шрам на лбу. Похоже, это клюёт. Болт в спине. Вошёл глубоко, значит, стреляли с близкого расстояния со стороны деревни. Я понимаю, что... О, о, стрелы... Вот здесь, скорее всего, кто-то мог стрелять. Болт от арбалета и глубокие следы ног. Стрелок, похоже, был в тяжёлых доспехах. А может быть, он просто плотно позавтракал и... И, так сказать, клапан у него ещё не открылся. Ребят, я знаю, это странный вопрос, но... Что вы едите на завтрак? Я продолжу эту тему после того, как нажимаем. Следы как бы... Ведут в сторону пригорка, а там... Явно кто-то есть. Ну ладно, ну про человека. Такая же, чем мы завтра искали. Я просто интересно, потому что я не завтракал, в принципе. Понимаете, потому что как-то... Тяжесть одолевает после того, как позавтра, конечно. Я как-то он бью назад, а просто поп и всё. Реально. А то без этого даже... Какая-то ещё короткая, что-то только тяжесть. Просто вот долевает реально, как-то тяжесть. И за этим не хочется ещё идёт. Просто позавтра всё, ну там всё. Всё, ты просто сидишь и ничего не хочешь уже делать. Я боюсь, чтобы устраивать что-то пораннего обеда. Там, например, в 12 дня или полдвенадцатого. Это потому что потом у меня ужин вообще был. Ну, это очень, ну, не знаю. В принципе, у меня уже свободный режим. Это в детстве мучили, ребят. Ну, в детстве меня, к слову, не мучили. Не уставляли, потому что там есть. Может, от этого я ищу. Не топся. Уже реально лучше её было электронную злую. Хотя я, последний остался. В детстве меня дико мучили режимом, ребят. Вот, надо всё делать по расписанию. Там, типа, вот завтракать в это время, там, обед в это время. Не знаю. Никогда это не любил в детстве, там, в детстве режима. Я вот стал жить сейчас. С Лизой, с моей женой, вообще отказался от любых режимов. Просто, ну, знаете, бывает, бывает, лягу спать 12 ночи, бывает 4 утра, лягу. Когда, вот, когда, когда, как получится. От обстоятельств зависит. Что, кто-то, кто-то очень злобно урчит на меня. Эй, ты в кустах. Да, ты выходи на меня. Давай. Смелый, что ли? Давай, борзый, выходи. Зассал. Здесь даже всё урчание кончилось. Зассал. Видимо, видимо, как не каждый обидит. Кроме болотного почеглазика. Болотный почеглазик, видимо, как всегда, есть. Я знаю, в принципе, наверное, на платву стоит сесть, но... Как-то слежку, мне кажется, проще на ногах проходить. Знаете, это как следить за, не знаю, искать велики на машине. Как-то на машине тяжелее. Понятно, красный рыцарь. Вообще, подумал, почему я его не использую. Ребята, я просто забываю. На самом деле, не то, что я не знаю. Лучше на яд повешенном. Я стою, что вы их травят, кстати говоря. Готовный яд повешенном. Готовный яд повешенном. Готовный яд по тропинке в лесу шла. Мощный, ребята. Уровень не соответствующий. Щит можно выбить несколькими способами. Можно ставить противника слишком сильно, устать, и он его потеряет. Можно обойти сбоку, можно использовать магию. Мы обошлись без всего этого и просто лупили его. Ну да, мы используем метод. Пусть устанет. Приказа. Еще что-то имеется. Приказа. Гераль, давай заходи в Мюшечку и почитаем с тобой приказы. Не то. Перун, я тебя предупреждаю. Еще раз вы не ухаживаете столько фиштика, и ты отправишься в трупную чащу, как братва этого дуболома Петра. Вы должны от фишных продавать, а не выжирать к чертям собачьим. Покупатели будут сегодня. Походу в торговый шел. Да, меня шли жустры, обреланного жителя. Мне не можем этого допустить. Понятно. Дали приказ перебить всех. Ясно, ясно. Все, штанов не переведен. А его надо переводить. Плавящее письмо с заказами. Чертеж. С далекого афира. Жена афирский, ответ. Нет, стоит поискать-то, а вот кто сможет их прочесть. Ну ладно, афирскими языками займемся потом. Теперь оседлаем плотвину. И поехали. Зря подобрал ненужные вещи. Поехали. Что же, походу солдаты торговали наркотой. Им не понравилось, так сказать, соседство с пацанами. И они решили на них напасть. И застрелили его. Понятно. Все ясно, все ясно, все ясно. Поэтому и они в спешке избегали. Все остальное. О, постойте, тут что-то есть. Лагерь бандитов. Не знал, что рыцари пылающие розы, потому что это они и есть. Будут называться вот игры бандитами. Ну ладно, это номинально, естественно, он лагерь называется бандитским. Но, кстати, еще не все даже рецепты яда повешенного нужно. Просто дальше искать. Дальше качать. Чтобы мой яд был просто заглядением. Вот что яд с мячом делает. Критический урон. Входи ко мне, мужик с кувалдой. Я вообще удивляюсь, когда бывает враги разлетаются на куски. Не знаю, мне кажется, это лишние они. Мне кажется, это лишние, ребят. Понимаете? Потому что, ну, не могут от удара мяча, человек разлетелся просто на кусочки. Хотя, я не знаю, как я должен бить. Ну, может, но. Скорее, бить нужно очень легко. Это сказать, чувство. Потому что голова отлетает, это ладно. В это я верю. Вернее, не то, что верю. Это вообще отлично. Я помню, кто-то жалился, говорил, типа, вот, там, видимо, голову-голову отлетать будет, видимо, окей. Типа, у, слишком жестоко. Перчатки, рецепт, плаща, розы. Может быть, скрафтить на досуге. Ах, да, это не Dragon Age, нельзя подобрать зелье. Просто, знаете, у меня просто рефлекс Dragon Age. Увидел коробочку со склянками, значит, зелье можно подобрать. Э-э-э, давай, давай, на платву, на платву, молодец. Куда едем? Туда едем. Ну, пошло. Очень хочется уже попасть в какую-то новую область, потому что я слышал, мы в кавир попадем в этом дополнение. И встретим Шани, поэтому очень, ребята, я думаю, мы все ждем. Надо, мы по основному квесту нужно идти. Я пока что иду по доп-квестам, чтобы и качаться, и, ой, черт, у меня меч поломал. У меня тут где-то были наборы для ремонта зеликанское, все, но у меня и так зеликанское. А это сумки-сидельные, ну, то же самое. У меня все до максимума в лошади прокачано, на лошади. Прокачано, разве что придумают что-то новое. У меня полно этих всяких ремонтных наборов, будем их использовать, чтобы не ездить на ремонт. Так реально быстрее. Опа, приехали. Что ж тут такое? Опа, фиштэх пакуют и записывают. Пора прикрывать лавочку. Давай, Геральт, будь местным прокурором. У ордена Пылающие Розы Новая Резиденция небогато. Слушай, ты приблуда. Не знаю, что ты тут делаешь, но вот тебе совет. Иди, откуда пришел. Нет, я не могу. На, че ты тут торчишь? Морду тебе отполировать. Даже не знаю, чувак, может я тебе. Мне не нравится твой тон, мне не нравится твой тон. Не нравится мне твой тон, братец. Да, а ведь я был вежлив. Но раз вежливость тебе не по нраву, тогда попробуем иначе. Может быть не надо было убирать ту репту, наверное. У него чары. Ты смердишь, безбожник. Безбожник? А вы что, веро... А, ну да, они же верующие, я забыла. Надо больше, чем все остальные персонажи в Ведьмаке. Или фракции, если вы точно. Кстати, ребята, очень хочу начать читать книги по Ведьмаку. Реально хочу, но вот как-то не как. Я скачал пока что аудиокнигу, пусть я обожаю аудиокнигу. Знаете, слушать прикольно. Надо на телефон уже давно грузануть и начать, когда я хожу с продуктами, знаете, послушать иногда. Метро 2035, очень... Ну, я не на что бы огромный фанат Метро, но мне очень нравится сам сюжет, сама серия. Реально интересная, и поэтому возьмем, пожалуй. Из фиштика можно готовить. Видите, они предмет мастера все-таки. Предмет мастера лучше не бросать. Ну, так вот, вот хочу начать, но... Даже не знаю, я лучше скачаю аудиокниги, потому что как-то читать у меня редко получается. А вот слушать всегда удобно. Знаете, вот идешь с продуктами, идешь там по магазинам, реально очень-очень приятно. Что музыка, я слушаю, я куда-то иду не особо люблю. А вот... Давай ты со мной не будешь, чувак? Правильное решение. А он спит. Э, ты... Э, постой, ты... А, я думал, ты застрел в текст... Я думал, это у него маска такая, типа, знаете, как у снайперов. Я клиент. Не бейте. Что? А ты что за дьявол? Ведь змин. Я ведьмак, или как чаще называют меня твои собратья, выродок или мутант. Тебя здесь быть не должно. Погрустнел, чувак. Царе Ордена Пылающие Розы не должны убивать людей и заниматься наркотиками. Годика. Верно. Мы не должны. Мы должны защищать угнетенных. Нести веру и вечный огонь. Ну так, давай. Он нарушил слово. Послал братьев на фронт, как простых солдат. А когда Орден истек кровью, просто распустил его. Он занял наши земли и забрал ценности, чтобы вести свою войну. Тех братьев, кто не протестовал, сделал охотниками за колдуньями. А тех, кто осменялся перечить, изгнал или бросил в темницу. Нас осталась горстка. И мы должны были искать себе новое место. Как мексиканский наркобарон, например. Поздравляю и прощаюсь с вами. Откровенно говоря, мы на сайт везде стали бандитами. И вы стали бандитами. Интересно, что сказал бы на это Зигфрид из Денесля. Зигфрид из Денесля? Откуда ты его вообще... Дружили. Я узнал тебя. Ты Геральт из Ривии. Ты убил Якова из Айдерсберга. Так и есть. И сделал бы это снова, если бы понадобилось. С этого началась наша гибель. С тебя, проклятый мутант! Бери свой медь! Не кричи. Достаточно вежливой просьбы. Чё-то, я думаю, боя было не избежать. Потому что в первой части мы убили этого Якова. И это было по сюжету. Там нельзя было убедить. Сейчас все кончится. Надо бы нам смазать... Смазать в свою палку. Смазать в свою палку. Блин, Геральт из двух или просто... Представьте, действия масла отображалась. Почему-то теперь не видно, и пункты с культуром будет действовать. Я запомню тебя, брат! Нужно тебе бесконечно стопать со стороны? Бесконечно по времени действиями. Умурев почти добиты, прелома взялся. О! Это... Да, это все. Последнюю группу его слишком легко убить. Рубашка. Рубашка. Орден. Берем все. Бутылки меня в пустыне интересуют. Ручка меня интересует. Боже. О, ребят, как вы все любите курицу. Походу у них... Походу у всех этих чуваков фетиш на курицу. Я уже... Я это понял еще с коренной нож, чтобы сожрал, конечно. Так, Герк, меч. Меч. Фу. Фу, бери. Убери бяку. Кстати, у него есть особо ничего ценного и не... Вот. Бутерброд с ветчиной, наконец-то. Наконец-то. Хоть что-то новое. Но я особо ничего ценного не лежал. Так, надо исследовать тут все. Сейчас тут перчаточки возьмем. И фишных возьмем. Еще фишных возьмем. Не будем обыскивать каждую бочку. Как-то я не знаю. Как-то перерос эту стадию, наверное, уже в Ведьмаке. Знаете, просто когда-то прошел, не знаю, всю игру и играешь дополнение. И ты довольно-таки прокачанный. Уже как-то, не знаю, перерастаешь стадию сбора лута с каждого трупа. Хоть это может быть и неправильно. Может быть, не стоит этого делать. И стоит все равно все-все-все обыскивать. Но я не знаю. Кстати, когда я стримил Ведьмака, пытался заново перепройти. Но вот не успел. Мне мой верный зритель всячина помогал очень сильно. Тем, что советовал всякие там места, в которых можно найти ценные вещи. Очень помогал мне. Как же я обожаю... Вы знаете, в чате бывают реально крутые люди. Бывают не очень. Бывают средненькие чувачки. Но в чате, когда стримишь игру, бывают реально крутые люди, с которыми реально прикольно. И общаться, и все такое. Что-то нужно отчитаться. Это где я с нашим? Поставьте. В сухровище под охраной? Я такое не пропускаю. Ну и мне по дороге. Почти по дороге. Ехать только надо деревню. Что-то, возьми на меня какие-то... Ребят, я заколдован или как? Лебизон, кабан. У меня кабанятина бежит. Простите, у меня нет опыта больных кабанами. И те сделали, кстати, четыре слота, чтобы раньше было, как бы я не сказал, в принципе, давно это заметил, но вот, скажем так, сейчас. Шкурами, клыки. Да, раньше, диких кабанов, кстати, раньше не было. Да, это не баранов, кабаны. Не знаю, почему я назвал баранами, потому что они не раньше шли. Письмо с печатью. С довоенной причем. Гер, ну убирай меч сам, ну что же я за тебя все делать должен? Что ж, штанок прочесть нельзя, сценарий. Письмо с заказами. Фу, я представляю, какого платве таскать весь мой лут. У него, наверное, спина просто ломится от моего лута. И да, количество лута не влияет на скорость езды, если что. Если кто-то что-то подумал. Спина плюс платвы ломится, а ехать она будет так же. Ну и прям с платвы нельзя куда-то переместиться. Мне не нравятся эти таблички, что именно надо по табличкам перемещаться. Никогда я это не любил в эти маке. Почему нельзя сделать, как в других RPG, но как во многих других RPG. Она в баре, наверное, сидит в эксенфурте. Сделать, как в многих других RPG, просто что-то можешь из любой точки карты, кроме там каких-то местах запретить перенос сюжетных, например. Чтобы не переносились, чтобы багов не было. И а так, по большей части карты, просто разрешить перенос мне кажется, что-то круто. Ночной эксенфурт реально атмосферный. Ты понимаешь, такой ночной, не знаю, восточноевропейский кородок. Я тебе определенно нравлюсь. Те, кто... Ну, давай. Нет, я просто их купил. Да, я был более гуманен. Долг награда? Не полагается? Адель. Это ты... Это... Это ты в скайфе или песню пела? Адель, скажи, ты пела песню? Может быть, тебе она 200 крон дали? Черт, это больше, чем... Не знаю, столько-то золотых. Так, дальше спуститься в канал под эксенфуртом. Пожалуй, мы это сделаем в следующем задании. Я знаю, тут еще есть вот это, но... Пожалуй, в следующей серии, ребят, мы спустимся в каналы под эксенфуртом. Спасибо вам за просмотр, ребята. Можете ставить лайки и подписываться на канал, если вам было интересно. И в следующей серии мы с вами уже займемся основным заданием, которого, я уверен, вы так давно ждали. До следующей серии и пока, ребята.